Всем привет! Меня зовут Анастасия Семьина. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мой гость Джан. Джан, привет! Привет! Джан живёт в Турции, как и я. Сейчас тоже я живу в Турции. Мы встретились в Стамбуле. И я хочу узнать у Джана, почему он так хорошо говорит по-русски, чтобы он рассказал о своём путешествии в русский язык, а также в мир преподавания. Джан преподаватель турецкого. Да. Кстати, если вы изучаете турецкий, обязательно посмотрите аккаунт Джана. Я уверена, что вам он покажется очень полезным. Спасибо. Да, пожалуйста. Джан, расскажите, пожалуйста, с самого начала. Когда вы начали изучать русский язык, почему, откуда вообще появился интерес? Хороший вопрос. Острый вопрос, да, так говорят? Можно сказать, да. Острый вопрос. Сначала я хочу сказать, что это была для меня долгожданная встреча с вами. Спасибо. Потому что я всегда смотрел интервью с другими людьми и с вами. Сейчас я с тобой, и мы пили кофе, разговаривали. Сейчас у нас здесь собаки. Надеюсь, они нас не съедят. Да, надеюсь. Да, вопрос. Такой мой ответ. Я начал изучать русский язык в 2016 году, в конце. Тогда, честно говоря, я не интересовался русским языком. Потом мой родной город, кстати, Чанаккале. Да, не очень известный город для иностранцев. Тогда мой, можно сказать, ментор. Это преподаватель? Как преподаватель в жизни? А, в жизни. Да. Он не сказал, что он нашел курс русского языка. И он мне порекомендовал. В Чанаккале или онлайн? В Чанаккале. Он сказал, давай, иди попробуй, ты сможешь. И русский язык очень важный язык для нас, потому что мы, как сказать, очень важные связи с русскими людьми. И я сказал, давай попробуй. Потом я там изучал алфавит, месяцы, недели. Какие-то начальные самые знания. Да, самые начальные знания. Потом я продолжал сам. В интернете материалы какие-то искали, да? Да, в интернете. И тогда я нашел вас в Ютубе. Ага, хорошо. Очень здорово. Да. А ваш ментор, он вам порекомендовал изучать русский просто так? Или вы говорили ему, что вот хочу изучать какой-нибудь язык иностранный, необычный. Как он решил вам это предложить вдруг? Вот, я знал, что мне надо учить один язык. Он тоже рекомендовал вот это. Потом он увидел возможность и сказал мне, я сказал, да, конечно, сделаю. Здорово. Да. Потом начался моя история, мое приключение русским языком. Здорово. Я потом продолжал сам в интернете, документами, документами, материалами. И я потом решил продолжать учить русский язык. Тогда, в 2017 году, вы знаете, русский дом в Анкаре? Я слышала, да. Да. Но я не была там. Да. Там есть возможность для стипендий, чтобы учиться в России. Да. И я тоже хотел учиться в России. Подали заявку в этот русский дом. Да, подал заявку. Потом они сказали, сейчас вы можете приехать. Здесь собеседование будет. И посмотрим. Так. Тогда я первый раз поехал в Анкару. Утром. Автовокзал. Потом еле-еле нашел место. Можно сказать так. Можно, да. Да. Но, к сожалению, мое собеседование не... Не успешно было. Не успешно было. Не смог пройти. Ага. И не смог получить стипендию из русского дома. Так. Расстроились сильно? Да. Потому что я хотел учиться в России. В Самарово. В Самаре. В Самаре. В Самаре. Да. Вот. Потом я думал, что я могу делать. Потому что сейчас не могу в Россию еще какие возможности. Потом я узнал, что у нас государственный университет в Киргизии. В Бишкеке. Так. И я думал, что я могу учить и русский, и казахский, и киргизский там. Ага. Потом решил и поехал в Бишкеке. Ага. Потом я там учил киргизский язык на подготовительном курсе. Я знал русский. И там у меня была возможность получить свой русский речь. Ага. И сколько вы там учились в Киргизии? В Киргизии приблизительно три года. Три года. Ого. Да. То есть вы там изучали языки только? Или что-то еще? Какую-то профессию другую? Мое отделение, мой факультет был туркология. Ага. Туркология. Хорошо. И так. Потом. Сейчас, конечно, еще процесс продолжается. Потому что изучение одного языка, этот процесс, наверное, никогда не заканчивается, да? Конечно. Да? В языке, да, такое дело. Всегда изучаешь. До конца жизни. До конца жизни, да. Этот процесс, на самом деле, на всю жизнь. Особенно, если ты не живешь в стране, где говорят на этом языке. Да, правильно. Тогда нужно постоянно его развивать, постоянно давать внимание этому языку. Иначе можно легко потерять эти знания. Правильно. И сейчас вы преподаете турецкий. Да. И в основном студенты это русскоязычные студенты или нет? Да, точно. Ага. Мои, большинство моих студентов из России или из русскоязычных стран. Ага. И, наверное, это самый большой плюс русского языка для меня сейчас. То есть он вам открыл двери, например, в преподавание турецкого русскоязычным. Да, еще они стали моими друзьями. Да, это тоже здорово. Не только студенты. Поэтому как будто новый мир, новые люди, новый менталитет. Здорово. Поэтому я благодарю русскому языку. Да. После вот этой поездки в Киргизию, после учебы в Киргизии у вас так и не появился шанс побывать в России? Так вы и не побывали в России или были в России? Нет, пока... Так и не были. До сих пор осталось мечтой. Да. А в какой город вы бы хотели поехать в первую очередь? Ну, конечно, сначала Петербург, потом, может быть, Москва, чтобы увидеть. Но я не хочу только современные и большие города. Я еще хочу, как сказать... Посмотреть маленькие города. Посмотреть маленькие. Да, посмотреть маленькие города. И еще хочу увидеть не только эту сторону. А, не только Европу, но и Азию. Ну, конечно, там так много возможностей побывать в Сибири можно. Я была на Алтае только. Вот так далеко я была на Алтае. Но я не была ни в Казани, я не была там в Новосибирске не была. Я мало где была в России, честно сказать. В европейской части, да, была чуть-чуть. Была, конечно, в Сочи, там, на юге. Но не была до сих пор далеко где-нибудь Владивосток, Хабаровск или Камчатка. Очень красивые места. Но я там не была. Екатерина. Ага. Здесь, я думаю, что Россия разноцветная страна. Да. Если только знаешь Москву, Петербург, это не Россия. Да, это недостаточно. Это как только черное и белое, да. А столько цветов в радуге. Расскажите, пожалуйста, какой бы вы совет дали людям, которые изучают русский. Может быть, какие-то сложности, с которыми вы столкнулись. Наши зрители тоже узнают в них себя. Да. И может быть, какой-то есть такой важный, особенный совет. Как занятия языком... Как сделать так, чтобы эти занятия приносили радость даже когда трудно, даже когда сложно. Как сделать так, чтобы мотивация не улетучилась, не улетела, а осталась в сердце. Если возможно, конечно, надо жить в стране... Хотя бы какое-то время, да? Да. В котором, например, на русском говорят. Это очень важно. И сейчас мне спрашивают, как ты так хорошо говоришь по-русски. Я жил в Бишкеке, и у меня была возможность, чтобы заниматься там, вместе, русским языком. Поэтому, наверное, это очень большое преимущество для меня. Плюс. И ещё, например, если вы любите музыку, занимайтесь русской музыкой, например. Можно слушать музыку, можно слушать песни. Да, ещё подкасты. По-моему, самое главное это слушание. Очень много слушать надо, да. Очень много слушать, чтобы уши тоже привыкли. Да. Потом язык привыкает. Но главное вовремя тоже начать говорить, а не только слушать целый год. Да, 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 конечно. Некоторые студенты так боятся начинать говорить и всегда думают, что они не готовы. Например, я в том числе. Всё, что касается турецкого языка. Но на самом деле, да, нужно много слушать и не бояться начинать говорить. Точно. Это очень важно, потому что я тоже боялся говорить на русском, на английском тоже. Но три или четыре года назад я тоже боялся. Всё, сейчас страх ушёл? Наверное, ушёл. Барьер ушёл. Да, ушёл. Это хорошо. Потому что здесь ошибаться надо знать. Ошибаться можно и нужно. Да, конечно. Потому что без ошибки не бывает. Прогресса. Мы не носители языка. Да, да. Поэтому мы должны ошибаться и учить. Узнать. Турецкий. Обязательно проверьте Инстаграм. У Джана очень полезные посты, полезные видео, полезные сторис. Очень часто есть какие-то тесты, которые я, например, стараюсь решать и узнавать что-то новое. Спасибо вам за ваше время. Спасибо вам за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Пожалуйста. Подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока. Пока-пока. Увидимся. Такое солнце яркое стало в конце. Причём оно перешло именно мне в глаз. Пока-пока. Пока-пока.